Я Ольга Фреймут и я ревизор. Ревизор в Крыму. Я здесь все знаю. Давайте свои руки, не ходите по другим каналам. Пойдемте со мной. Ялта. Город длинных женских ног, золотых якорных цепей и больших возможностей. Над всем этим великолепием возвышается отель Ялта Интурист. Но ревизору не в отель, а в итальянский ресторан от Авола при нем. Здравствуйте, программа «Ревизор» к вам. В Атоволе не ждали Олю Фреймут. Здравствуйте, Ольга Фреймут, программа «Ревизор». Здравствуйте, заместитель генерального директора питания напитков Ялта Интурист. Вы такой красивый мужчина. Можно на одну секундочку выключить камеру? Ну вы знаете, что нельзя. У меня к вам микроприватная беседа. Можно. Приватных нет. Я знаю. Никогда не выключали. Даже если говорили, что выключаем, мы их не выключаем. Так, с куком были руки, трясающие по отламу. Было. Да. Да. Так, собственно говоря, вы, как всегда, без спроса. Да, конечно. Почему? Потому что правила программы такие. Чтобы вы не успели подготовиться, чтобы мы увидели ваше настоящее лицо. Перчатку тогда сразу давайте. Что давайте? Перчатку. Просто так надо... Да нет. Вы хотите рекомендацию ревизора? Но ее нужно заслужить. И только ревизия покажет, достойны ли вы награды. Тогда увидимся потом. Не думайте. Мы знаем. Мы отправляемся на кухню. Привет. Здравствуйте. Вы главный, наверное. Потому что сразу видно, вы хорошо держите спину. Вас зовут... Юля. Меня Оля зовут. Сразу к делу. Разрешите посмотреть ваши холодильники. Овощи, фрукты. Очень важно, когда овощи и фрукты имеют отдельную квартиру. К сведению, овощи и фрукты в ресторанах должны храниться в отдельных холодильниках. Да потому что букашки и камашки из овощей могут пролезть в десерт. Я думаю, приятно получить штрудель. Ммм! С муравьями. Здесь есть стикеры. Даже чесночок маленький такой. Хорошенький, как колобочек. Сюда уложили 20.08. И вот эта зелень живет в миске с 19-го числа. Лук. Рынский. Такой лук удобно кушать и вести деловые переговоры. Не будьте вонять. Проверено. Сюда уложили 21-го числа. Холодильник чистый. А здесь... Здравствуйте. Какие здесь красивые мужчины. Мне даже неудобно. Директор попыток на пирог вести. Я уже... Как вас зовут? Меня зовут Юрий. Еще один директор. Не многовато ли на одного маленького ревизора? Вы можете по достоинству садить нашу кухню. Все очень вкусно. Для нашей кости мы должны сдать все самое лучшее. Хорошо. Вы как свидетель Югова. Это сейчас таки... Я просто преклоняюсь. Вы как будто врать со мной собрались. Вы же обеспечиваете нашу работу. Извините, Юр. Я быстро все посмотрю, потому что я уже все влюбляюсь. А мне не нужно вас влюбляться. Все, уходите. Вы очень красивый. Вытяжки вы чистите? Конечно, чистите. А как часто? Часто раз в неделю. Это мало. Мало? Они у вас чистые разницы? А что это за марлевые повязки? А зачем? Мы поинтересовали, допустим, если течет жир. Это такая крымская фишка. Но вытяжки чистые. Гриль тоже чистый. У вас так чисто, как будто бы теща ждет дятя. Вот. Видите? Я ненавижу, когда заходишь в ресторан, а там вот эти бакенбарды баха и с мухами. Здесь электрическая убийца мух. Как красиво. Маленькие, усатые. Похожие на таракана, но не они. Королевские креветки. Кальмары. Рыба, которая размораживается. Все здесь. Рыба, кстати, не воняет. Все у вас здесь чисто? Здесь немножко нужно протереть. До свидания. До свидания, Оля. Можно меню, пожалуйста? Давайте. Оля присела в ожидании меню. Потом походила, макияж поправила. А потом терпение ревизора лопнуло. И Оля пошла за меню сама. А дальше Оля долго изучала меню. В одиночестве. Официанты не торопились обслужить ревизора. Мне все убегают от меня. Почему? Не просто я боятся. Боятся не пройти проверку на профессионализм? А если придет очень странный гость? Его тоже нужно обслуживать. Да, я странная. У нас достаточно профессионализма для того, чтобы... Так вот, как девочка не убегает от меня. Вы их смущает, Кальмары. Вот, не бойтесь, все хорошо. Нет, это Гаррина. Сегодня я буду вашим официантом. Гаррина. Наконец-то. Официанты определились с жертвой. Я хочу заказать что-то легкое. У вас есть какие-то салаты? Конечно. У нас есть салат с морепродуктами. Фимичные называется. Хорошие? Очень вкусные. С рукколай. 95 гривен. Давайте. Хлебушек тоже принесите. И попить кофе с молоком. Пока жду своего заказа. Посмотрим интерьер. У ресторана лаконичный интерьер, пиццерия. Есть несколько залов. На улице терраса. С фонтанами. Живые цветы. Это очень важно. Они дышат и помогают дышать другим. Пойдемте руки помоем. Пойдемте. Мужской туалет. Занято. Здесь занято. Это жду. Это очень неудобно. Огромный ресторан. Два маленьких туалета. Сегодня ревизору много приходится ждать. Меню, официанта, свободную туалетную комнату. Ну вот, один туалет. Конечно, мужчине неудобно. А было бы побольше кабинок, он бы не покраснел. Мыло и вода есть. Также белые бумажные полотенца. Это очень хорошо. А вот этот скотч некрасиво. Нужно поменять. Чистое зеркало. Картины в итальянском стиле. Чистое. Два рулона туалетной бумаги. Это белая бумага. Это очень важно. А главное – красиво. Унитаз чистый. Здесь не ваняет. Несмотря на то, что только что отсюда выше мужчина. Посмотрите, в какой позиции я сижу. Извините, но мне неудобно. Здесь так всюду. Стулья стоят сразу у ножки. Здесь можно сесть только здесь. Но тогда на разрезе. Придется сидеть вот так. Как мужик на рыбалке. Чтобы в этот ресторан одевать чебжики. Или вы хотите кого-то соблазнить? Спасибо. Приятного. В соседнем зале сидит наш тайный покупатель. Катя. Я попросила Кате заказать такой же салат. И хлебную корзину. Когда я с камерами и с ребятами, конечно, нам хотят понравиться. И приносят порции побольше. Тогда как других покупателей одеждаю часто. Посмотрим, у кого больше креветок. Катя, привет. Давай сюда все поставим. И сравним. Четыре креветки. Четыре креветки. Кальмары. Четыре. У Кати. Четыре кусочка кальмара. Листья салата у Кати ниже. У меня подушка побольше. Но главное морепродукты в одинаковом количестве. Оля просит щита. За салат из морепродуктов и за кофе-американа с молоком – 115 гривен. За Каскати – 115 гривен. Поговорим. Я провела ревизию в ресторане «Атавула» в отеле «Ялта Интурист». Экстерьер. Высокомерное здание. Внизу – ресторан. Интерьер не ресторанный, пиццерийный, но очень лаконичный. Чистота. В ресторане – чисто. Открытая кухня, чистые холодильники. Цены. Я заказала кофе и салаты с морепродуктами. 115 гривен. Обслуживание. И за 20 секунд я познакомилась со всем тут менеджментом гостинец. Набежали все. Официанты. Они решали, кто подойдет к моему столику. Это плохо. На кухне меня встретили улыбками, показали все, что я хотела. Особенность ресторана в том, что я так и не смогла запомнить его название. Я вам сказала все. Об остальном поговорю с персоналом. Пойдемте. Интерьер. Два замечания. Туалет. Там очередь. Сделайте побольше кабинок. Столы. У вас неудобная мебель. Когда сажусь, чувствую себя на приеме у доктора, у гинеколога. Понимаете? Я пришла в ресторан, а не в больницу. Дарина, вы выбирали, кто должен подойти к моему столику. Вы меня боитесь? К вам приходят разные люди. Я ждала меню 15 минут. Почему? Почему вы меня боитесь? Или боялись? Стеснение. Человеческий фактор идет уже. Нужно работать над собой и проходить какие-то тренинги. Делайте что-то. Набежало много персонала, вы на меня давили. Столько людей за минуту. Зачем вы все прибежали? На самом деле риторический вопрос. Многие прибегают, кто-то вас не видел, кому-то интересно и так далее. Но этот вопрос даже нет ответа по факту. У вас много недостатков. Да, у вас много недостатков. Но у вас целое кладбище плюсов. И вы мне очень нравитесь. Я рекомендую ресторан от Авола всему миру. Я вас поздравляю. Это вам. Спасибо вам огромное. Спасибо вам. Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...